Дороги 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 заканчивая криминальными, у каждого квадратного сантиметра городской и дорожной территории был хозяин, был ответственный лицо, у каждого колодца, у каждого бордюра. На сегодняшний день пока ни один город Российской Федерации такого документа в полном объеме не имеет. Мы к этому готовимся, но я считаю, мы к этому процессу подойдем в 2015 году вплотную. А нормы вообще какие? Это же по СНИКу установлено уже. Это же старая часть. То есть, если бы это был какой-то новый микрорайон, там они же нормально строили. До расширения сколько они были? Вот здесь, например, 16 метров где-то. А будет? Вот сейчас 20 у нас на нашем участке. То есть, это дополнительно где-то полторы полосы добавляются. То есть, еще один поток транспорта. Машины будут просто припарковываться сбоку, где вы расширите. Есть такая вообще вероятность или нет? А они же припарковываются сейчас там. То есть, они сдвинутся на одну полосу сюда? А они же не здесь припаркованы, а вон там припаркованы были. Они там не могли проехать. Существуют какие-то санитарные нормы, я не знаю, там вопросы с шумовыми какими-то эффектами. Прямо под окнами теперь дорога будет проходить. То есть, в квартире находиться невозможно. То есть, наверное, у города надо требовать компенсацию. То есть, ухудшение явных условий жизни жителей дома. Дело в том, что сейчас уже это как эпидемия по всему городу. Насаждений-то нет совсем. Дышать-то чем? Где им расти-то? Осталось два метра до стены. И это ничего не дает. Стоянок-то нет. Машины заполонили. Проезд тот же самый остается. Продолжение следует...